здравствуйте дорогие друзья сегодня мой очередной выпуск и он будет посвящен очень странным природным или не природным какие они там мы можем только гадать явлением странным ключевое слово здесь странно да необъяснимым нет это не эффект гала не солнечные затмения паргилей молния кататумба линзовидные облака нет это не те явления природа и физика которых якобы раскрыты учеными эти явления так и не были объяснены учеными были выдвинуты какие-то предположения и не более того вот одно из таких но вперед забегу то что сегодня будет посвящено главному явлению которое уже многих людей волнует не менее 5 6 лет происходящее в мире сегодня это так называемый гул земли некоторые звать стон земли шум земли но давайте пока перенесемся 18 сентября 1938 год жители сибири наблюдали странное и пугающее явление в поселке ныда отмечено сильное потемнение писал один из очевидцев ученый ботаник андреев оно началось при безоблачном небе казалось что с юга запада надвигается какая-то пелена закрывающие солнце после этого неба окрасилась бурые и кроваво-красные тона сменившийся вскоре темнотой державшийся более час к десяти часам исчезли последние остатки света к десяти тридцати наступила черная ночь небо и земля не отличались друг от друга по освещению и окраске все казалось однородным черным абсолютным лишенным света ранее известного географа болдырева тьма заставила на берегу оби впоследствии он писал что яркий свет круглосуточного полярного дня померк 8 часов утра облака приняли желтоватый оттенок затем стали кроваво-красными внезапное потемнение удивило и напугало местных жителей домах зажглись огни люди выходили на улицу с тревогой оглядывая грозное темнеющее облако облако словно наливалось черной тушью поглотила остатки света наступила абсолютная тьма крики испуганных людей смешались своим собак тьма сгустилась настолько что на расстоянии нескольких шагов не были различимы даже светлые предметы к полудню на северо-западе появилась узкая полоска буровато-оранжевого цвета но через час она исчезла и землю вновь окутала мгла лишь в первом часу дня начался красно-бурый рассвет и необычное явление закончилось полоса затемнения охватила пространство от южного ямала до игарки погрузилась во тьму огромная часть между речи аби и енисея шириной 250 и длиною до 600 километров что могло послужить света непроницаемой средой откуда и при каких условиях она появилась остается все это загадкой конечно некоторые ученые выдвинули свои теории происходящего попытались объяснить что это например космическая пыль ну как она туда попала и почему это вообще происходит это непонятно почему например не с не происходит какой-то периодичностью я была именно в то время в том месте да никто не мог объяснить это одно из событий которые ученые не могут объяснить и по сей день наверно собственно никто не старается объяснять вот второе событие которое произошло совсем недавно 1 октября 2016 года в иерусалиме где очевидцы услышали странные трубные звуки и наблюдатели увидели появление в небе идеального круга из облаков видео я могу предоставить в отличие от первого случая когда я не было не телекамер не фотоаппаратов телефонов так что раньше никто не мог чё заснять а сейчас мы можем заснять посмотреть да если это не поделка то явление довольно таки удивительное интересное довольно странное явление очевидцам удалось снять на видео как объяснить эти странные трубные звуки может это звуки труб шафаров но видео сделано 1 октября а дуют шафары по традиции 2 октября и как объяснить этот небесный круг из облаков нам остается только догадываться а теперь про странные звуки вообще довольно таки интересное вот это видео с этим кругом с какими-то звуками непонятными учитывая что у евреев там на следующий день намечался праздник религиозный да ну сейчас я не хочу даваться подробности там вот этих праздников всех в общем увидели это явление и как говорится забыли давайте теперь перейдем странным звуком множество видео сейчас сети появилось ютубе показывающие вернее они тоже показывающие мы слышим из этих видео просто невероятные какие-то довольно пугающие звуки что они вообще могут значить они не похожи на природные многие скажут что это фейк и я соглашусь но только частично есть конечно фейковые видео это однозначно они есть люди их выкладывают чтобы срубить побольше просмотров имея какой-нибудь аудиоредактор это сделать несложно ну конечно нужны еще определенные навыки то дело в том что эти видео поступает со всех уголков мира уже много лет и они все разного качества есть например снятые там с дорогого айфона или хорошей камеры а есть далекой глубинке россии записаны на трех мегапиксельный телефон конечно трудновато себе представить что какой-то сельчанин решил смонтировать такое фейковые видео да и зачем ему это нужно ну или наоборот да какой-то богатый человек вышел там санта-барбаре и начал снимать чтобы срубить просмотр это тоже довольно таки вот себе в голове вообразить что эти устрашающие звуки вообще могут значить они могут значить одно мы многое не знаем о нашем мире они явно техногенного происхождения происходят какие-то процессы связанные с космической или земной механикой это еще раз подтверждает мою теорию о искусственности нашего мира давайте также вспомним и про круги на полях это тоже необъяснимое явление сейчас я хочу пофантазировать да да это слово идеально подходит пофантазировать как обычно в своем таком знаете трэшовом стиле наши там сильно не переживайте я не увидел какой-то пророческий сон меня не зовут не вангой не нострадамсом так вот те кто слышал эти непонятные звуки пытается объяснить это явление многие видят них зловеющее предназнаменование ученые тоже выдвигают какие-то теории единого мнения ни у кого нету есть только версии от апокалиптических до таких довольно таки нормальных научных вот несколько вариантов выбирайте какую уж вам больше понравится действительно во многих религиях и верованиях конец света должен сопровождаться какими-то звуками в библии говорится что после войн голды эпидемии землетрясений других катаклизмов ангелы протрубят в семь труб взвещая об истинном апокалипсисе в исламе описывание конца света очень похоже а предшествовать ему будет звук трубы в которой протрубит архангел исрофил иудеи тоже верят что в конце дней прозвучит шафар вот которые как раз вот думали вот на предыдущем видео что якобы его слышали это ритуальный рок такой возвещающий о приходе мышах у скандинавов перед началом рагнарока гибелью богов и всего мира в последней битве протрубит рок гиа лархорн то есть все религиозные какие-то учения говорят что должен кто-то протрубить правда это или нет мы не можем это говорить чем от связано и может мудрецы и тех времен что-то знали что мы не знаем вполне такое возможно возможно какие еще есть предположение по этому поводу смена магнитных полюсов один из возможных сценариев будущего тоже опять апокалипсиса и то что в недрах планеты нарастает гул ноги связывают именно с этим так по крайней мере считает профессор мартин стэнвилл член международной академии глубинных геологических и тектонических проблем есть еще ряд ученых которые согласны с этой версии процесс уже запущен магнитные поля сдвинулись и продолжает смещаться это происходит беспрерывно и возможно является причиной происходящего в природе хаоса изменение климата и всевозможных катаклизмов вот такие вот приблизительно теория люди предполагают есть еще из десяток наверное других теорий все и конечно не будут засчитывать давайте я сейчас свою как я уже ранее сказал доведу теорию порассуждаю по философству вы должны понять что мы находимся внутри огромного механизма устройство просто невероятных размеров но весь этот механизм на самом деле не такой уж и огромный вернее он вообще крошечный космических масштабов если это вообще определение может подходить к данной теме ну я имею тему космоса да все мы знаем кто говорит космос то вообще нет ну давайте будем говорить в таких вот глобальных масштабах кстати похожие звуки я слышал когда проживал на старой квартире но звуки исходили от неподалеку стоявшего судостроительного завода скептики сразу потрут ручки а вот она разгадочка заводы но к сожалению мое жилище было в непосредственной близости не более километра она находилась и слышал эти звуки только ночью когда их не заглушал шум города в данном же случае мы слышим эти странные звуки в разных местах планеты на природе в городе ночью днем утром вечером не знаю где хотите и в любое время и это завораживает по крайней мере меня кого-то конечно пугает но я если честно не понимаю что можно бояться самое страшное что с вами может произойти это смерть ну так мы все все равно рано или поздно умрем а конец света это же так весело сразу все от последнего бомжа до олигарха туда опа правда и здесь есть большой но что это за апокалипсис как которым нас все время пугают человек например может сам себе его устроить с помощью оружия массового уничтожения от химического биологического до атомного да так при этом конце света пострадает только обычные люди но приблизительно 98 99 процентов короче вся элитка благополучно его встретит под землей в комфортных бункерах то есть понимаете куда я веду помните я вам рассказывал про жрецов которые пользовались своими определенными знаниями и пугали народ всякими там духовыми огромными инструментами тип как у евреев вот они пользовались своими знаниями что обычный люд не знает и пугали людей может сейчас такая же вот штука происходит да сейчас их пугают готовят концу света психи выкидываются с окон все напряжены главные люди сейчас опять закладывать тихоньку страх надо чтобы люди были все время страхи и эта версия тоже я считаю довольно таки неплохая учитывая что он главной задачей все вот этой элитки верхушки это вот держать людей в страхе чтоб не расслаблялись как так вот это если конец света хотят сделать искусно а вот божий апокалипсис тот который сделает сам всевышний но будем его так называть до всевышний на самом деле это говорят так в религиозных писаниях а тот кто его будет делать самому богу известно да так вот ангелы протрубят 7 труб возвещая об истинном апокалипсисе так вот от этого апокалипсиса уже никто не скроется потому как будут открыты задвижки и вода затопит весь этот мир именно та вода которая сейчас повсеместно исчезает земли наши реки мелеют вы наверное обратили внимание да что реки мелеют этот процесс происходит уже много лет на самом деле этот механизм может и никто и и не запускает потому как он включается сам автоматически это такой огромный искусный аппарат который построила ну например много лет назад сверх цивилизации он работает автоматически приходит один цикл он запускается потом приходит второй третий цикл и там много тысяч лет такое происходит цивилизации сменяется появляется новые то есть появилась цивилизация доросла до определенного этапа там это неважно проходит там не знаю 7000 лет запускается механизм всех смыло строится новая цивилизация наверное вам сейчас сейчас страху нагнал да а вы не задумывались что на самом деле это для нас может явиться каким-то спасением вырваться из этого круга сансары мы как в школе проходим здесь обучение или как в тюрьме отбываем свой срок и конечно мы не можем вырваться из энергетической решетки поодиночке то есть мы умираем и рождаемся опять падаем на землю но здесь затрубят ангелы и все темы в одном порыве ужаса страха надежды счастья у кого как когда это будет происходить люди будут испытывать абсолютно разные чувства кто-то будет дрожать от страха а кто-то будет испытывать блаженство и радость почему да потому что впереди ожидает большой страшный суд как нам говорят всякие святые писания экзамен кто-то останется на второй год а кто-то пойдет следующий класс так вот при апокалипсисе создается огромный энергетический выброс при котором машина выпускает нас всех в единое поле информационного пространства так что кто-то дрожит от страха слыша гул или стон земли а я испытываю приятные чувства с вами был владимир до следующих встреч пока